Доброе утро, дорогие друзья! Доброе тамузское утро! Сегодня 8 Томуза, 7 июля. Значит, мы в разгаре лета. В разгаре лета. И продолжаем изучать Тору. Значит, сегодня в книге «Айом-йом» мы изучаем такой отрывок, в котором написано так, что, как мы видим, главной причиной того, что Всевышний полюбил отца нашего Авраама, было то, что он заповедал сыновьям своим и дому своему следовать путями Бога. Написано в книге «Берешит» в начале Торы, в 18 главе, 19 отрывок. Да, всем бой тиртов. Написано, что Авраам заповедал своим сыновьям и своему дому следовать путями Бога. Теперь заповедал слово «цива», да, вот слово «митцва», «тсивуй», «тсива» – это однокоренное слово, словом «митцва», по-моему, «цавта» есть такое слово, да, «цавта» как бы связка. «Тсивуй» – это приказ, а «цавта» – это как связка. Значит, «митцва» она связывает, да, «митцва» связывает, заповедь связывает. И еще вот есть такое, когда-то читал, да, читал я у Раможа Шапира, он говорил так, что есть слово «миква» – это как воды, которые соединены в одном месте, и они очищают. Также «митцва» – это как нечто, соединенное в одном месте, которое связывает со Всевышним. И Авраам, он заповедовал, то есть своему дому и своим сыновьям следовать путями Бога. Получается, что он соединил сыновей своих и дом свой со Всевышним. То есть главной его заслугой является не то, что он прошел все испытания сам, то есть он сам лично, Авраам, да, он соединился со Всевышним, пройдя испытания. То есть Всевышнему давал какой-то приказ, он этот приказ выполнял, и испытания проходил, и через каждое испытание он соединялся все сильнее и сильнее со Всевышним. Главная его заслуга была в том, что он передал, значит, что он передал связь с Богом другим, своим сыновьям и своему дому, и дал им возможность тем самым получить собственные заслуги. Получить собственные заслуги. Понятно, да, это было главное, вот сегодня нам дали такую идею, что я вам расскажу сейчас одну историю, которая ее хорошо иллюстрирует. Как-то я слышал эту историю от имени про Йонатан Эйпшица, он ее рассказывал. Значит, он говорил так, что был один богатый человек, царь, да, в те времена, самый богатый, самый влиятельный человек, назывался царь. И вот был один царь, у которого, который решил помочь людям, и он десяти людям раздал, раздал по определенной сумме денег, и сказал им, что вот вам по определенной сумме денег, значит, всем одинаковую дал сумму, чтобы вы могли зарабатывать, открыть свой бизнес. Помочь кому-то зарабатывать, это самая большая заповедь в Торе, то есть не давать деньги, а именно помочь зарабатывать, дать удочку и научить ловить рыбу. И вот он им решил помочь так, и дал им деньги на открытие бизнеса. И вот десять человек открывают бизнес, но не каждый человек, кто открывает бизнес, он преуспевает в этом бизнесе. То есть есть, мы это уже учили, что Всевышний с каждым, у каждого есть свое место в этом мироздании. И когда задают вопрос, зачем Бог сделал, например, бедных, да, он сделал бедных по какой-то своей причине, чтобы богатые могли выполнять заповедь, им помогать. То есть этот мир, он устроен так, что все в нем имеет свое место, и у каждого человека есть его предназначение. Теперь, значит, из десяти этих человек один потерял все деньги. Хотя по статистике сегодня 90% открывших свой бизнес, они теряют бизнес. Но в этой истории только один потерял деньги. И год еще оставался до того момента, когда нужно было идти к царю, чтобы отдать эти деньги, отдать долг. Девять человек работают, у них бизнес процветает, а этот один, значит, что ему год делать? И он ходит весь год, и он к ним приходит и говорит им, вы знаете, будьте осторожны, пожалуйста, это же очень важно, не ошибитесь там. Он им напоминает, что через год надо отдать деньги, и тем самым он им помогал, оказывал им помощь. Значит, через год приходят эти девять человек к царю, отдают деньги, а десятый не приходит. Он говорит, где десятый? Они говорят, он потерял деньги. А царь вначале разгневался. Но они говорят, вы знаете, вы на него не гневайтесь, потому что он весь год нам напоминал, чтобы мы не потеряли свои деньги. И он, благодаря его напоминаниям, мы вот сегодня можем вам прийти, вернуть деньги. И царь тогда вызвал его тоже, его тоже наградил. Он ему говорит, молодец, значит, видно было, что ты хотел. У тебя самого пока не получалось, но ты хотел. Вот человек, который начинает соблюдать заповеди, и он помогает другим присоединиться ко Всевышнему, он распространяет Тору, помогает другим соблюдать, да, то у него есть такая же заслуга, как и у них, потому что каждый из нас очень зависим от внешнего окружения, от влияния. И когда ты оказываешь позитивное влияние на кого-то, то это кардинально может поменять его жизнь, его путь. И поэтому написано в Шелхонорохе, что заслуга тех, которые побуждают других людей служить Всевышнему и учить Тору выполнять заповеди, она больше даже, чем у тех, кто сам выполняет заповеди. Потому что, я вспоминаю еще одну историю про Равицка Газильвера, когда он был маленький, ну, маленький, ему было там 17 лет, это был 3-4-й год, и на Йом-Типур, значит, в Казани, в синагоге из молодых людей был только он, ему было 17 лет, и он был единственный, были только старики и он. И его папа, который был раввином Казани, вместе с пожилым тоже Шохитом, который был в этой синагоге, они шли после молитвы, с ними шел 17-летний Равицкак, и этот Шохит плакал. Он говорит, смотри, что будет дальше, сейчас 3-4-й год, коммунисты просто уничтожили всю религию. Говорит, в следующем поколении никого не останется, не соберется даже 10 человек на молитву, потому что Миньяна не будет, всего лишь один есть молодой, когда мы умрем, кто придет в синагогу. А папа Равзильвера, он подумал, подумал и говорит, ты знаешь, я уверен, что Миньян соберется, я уверен, что будет 10 человек. Тот говорит, как ты уверен, здесь же есть всего лишь один. Он говорит, чтобы Миньян собрался, нужен всего лишь один, который возьмет на себя ответственность собрать людей. Вот если будет один, который скажет, давайте будем молиться Всевышнему, давайте соберемся, то он 10 человек соберет, 10 евреев соберет в любом случае. И в этом как раз была великая заслуга Авраама. Не то, что он сам остался праведником, как Ноах, который был праведник. Его самая великая заслуга, говорит нам этот отрывок, была в том, что он заповедовал своим детям и своему дому идти по путям Всевышнего. И вот мир такой, который он и есть сегодня, это именно благодаря тому, что Авраам не только сам присоединился ко Всевышнему, но он всем заповедовал служить Всевышнему. Кстати, интересно, что сейчас те, кто присоединяются к еврейскому народу, проходят Диур, они все называются Бне Авраам, дети Авраама. То есть тот, кто проходит Диур или женщина, они сразу становятся или сын Авраама, или дочь Авраама. То есть в каждом поколении есть тысячи детей у Авраама, которые присоединяются к еврейскому народу, именно потому, что для него это было важно. Он это хотел. «Обретение неба на земле» книга. Значит, как обрести небо на земле? Действительно, сам вообще вопрос, само название книги, «Обретение неба на земле», оно показывает нам противоречия между землей и, между вот земной нашей жизнью и то, что мы называем духовная жизнь неба. Какое главное определение земной жизни? Главное определение земной жизни, что человеку не хватает. То есть в земной жизни Всевышний так устроил, что человек находится постоянно в состоянии нехватки чего-то. То есть буквально ты, только ты лег, например, вечером, тебе нужен сон. Ты прям, если ты не ляжешь спать, то через какое-то время просто человек на бегу может вырубиться, потому что организму нужен сон. Значит, вечером у человека нехватка сна, нехватка отдыха, он устал. Утром он просыпается, у него нехватка воды и нехватка еды, ему нужно обязательно поесть, покушать. Потом он, дальше у него нехватка работы, ему нужно работать, зарабатывать, чтобы было где жить. Потом у него нехватка там отношений, любви, славы, признания. Потом, когда у него все это есть, у него нехватка смысла жизни, а зачем жить, да, то есть у человека в этом мире постоянное ощущение недостачи, нехватает. И, значит, это земля, это вот определение главной земли. Вот мне Юрий разумно все время желает 600 триллиардов долларов США. Спасибо, салям, значит, 600 триллиардов. Он думает, вот если у меня будет 600 триллиардов, то мне уже хватит. Нет, мне не хватит. Царь Соломон сказал, что есть 100, хочется 200, есть 200, хочется 400. Так если у меня будет 600 триллиардов долларов, триллионов вообще, мне кажется, триллиардов нету такого. Значит, 600, если у меня будет триллионов долларов, то мне захочется 1200 сразу, да. Не, я думаю, что уже не захочется, что у меня будет избыток, и у меня будет, а что, знаете, тогда, какой у меня будет недостаток? Если будет у меня 600 триллионов, то у меня будет недостаток понимания, что с этим делать. То есть я не буду знать, что с этим делать, Потому что это такая сумма, которую невозможно потратить. То есть человек в этом мире, да, в этом мире он постоянно находится в состоянии недостачи. Что такое небеса? Небеса это метафора, когда тебе просто хорошо, ты в небесах, Париж, у тебя все есть. Это небеса, это метафора. Рай на земле. Так вот нам эта книга советует следующий, дает совет. Человек самостоятельно не может подняться выше собственного эго. Значит, у каждого человека есть эго. И эго это его самоосознание, его мышление. Человек не может подняться выше собственного эго, потому что как-то можешь подняться из своего мышления. Дальше книга продолжает. Не может он выпрыгнуть из своей кожи, поднять себя за волосы. Все, что им достигнуто, привязано к его эго. Все, что ему удается понять, определено его субъективной проницательностью. То есть у каждого из нас есть некая субъективная, вот это то, что называется эго, информационная оболочка. И то, что вы меня сейчас понимаете, это благодаря тому, что ваше эго создает фильтр, который переводит слова мои в какие-то понятия. И вам что-то понятно, каждому понятно свое. Потому что я говорю один и тот же текст, а восприятие у каждого разное. От принятия до непринятия. Даже слова можно слышать разные в том, что я говорю. Потому что человек воспринимает не то, что идет информационный поток, а то, что он из этого потока выхватывает и на чем он делает акценты. И вот, значит, человек пленник вот этого своего эго и пленник своего восприятия. Но Бог бросает человеку веревку, дает ему работу, выполнить которую он не в состоянии, и способность измерять, вот это вот я не понял эту мысль, уносящую его прочь от пустоты субъективной вселенной. Все, что требуется, это желание воспарить. Значит, здесь нам эта книга говорит так, что, в принципе, если ты... Вот мы возьмем обычного человека, да? Обычный человек это Маугли. Маугли, только его воспитывали не волки, а какие-то другие виды живых существ, которые ему передавали свою модель мира. И вот это эго, субъективное эго человека, это набор шаблонов, которые ему дали те люди, которые его окружали. И в этом наборе шаблонов, если взять вот просто обычного человека, в нем нет духовности. То есть человек хорошо очень ориентируется в каких-то материальных понятиях. Их легко объяснить. Это очки, да? Это легко объяснить. Это стекло, это оправа, это синий цвет. Вот синий цвет, он такой же, как цвет синенький, да? И так далее. То есть у человека есть набор каких-то понятных определений, но как только заходит речь о каких-то абстрактных понятиях, здесь уже расхождение. Что такое любовь, что такое добро, что такое правда. Уже это очень абстрактные понятия. А когда речь идет о Боге, о духовности, то здесь мы можем только оперировать. Духовный мир, мы его не чувствуем. Мы не воспринимаем его органами чувств. И мы духовный мир, или мы пытаемся засунуть духовный мир в определение эго, да? То есть описывать его материальными терминами. Или же мы берем, берем книги пророков и принимаем вот эту веревку, которую Бог нам дает. То есть Бог нам дает веревку в виде Торы, в виде книг пророков. Мы берем эту веревку и дальше мы, если есть желание воспарить, да, по этой веревке, то есть мы тогда можем уйти туда и там что-то откроется. Например, вот мне, я не иду туда, да? Почему я не иду туда, по этой веревке? Есть известная очень, очень есть известная история, как здесь как раз обретение неба на земле. Есть слово пардес. Пардес это рай, райский сад, да? Это то, что такое определение духовного мира. И вот написано, что четверо, в Талмуде рассказывается история, что четверо поднялись в пардес. И когда они поднялись в пардес, то есть они по этой веревке, грубо говоря, да, я сейчас тоже описываю материальными терминами, они с помощью восприятия своего и с помощью знаний, полученных от пророков, то четверо Бен Зума, Бен Азай, Раби Атива и Элиша Бен Авоя четверо сумели подняться в пардес, в райский сад, в небеса. И вот когда они поднялись туда, что оказалось, один сразу умер. У него прервалась связь между его точкой сборки, между его я и между его телом и мышлением. То есть его я, уйдя в этот пардес, там и осталось. И вертикально ходящая лужа упала и все, и сдулась. Второй Бен Азай, он сошел с ума. То есть он, когда ушел туда, и что-то он там воспринял такое, что когда он вернулся, очень тонко отрегулированная система восприятия мира, то есть это настолько тонко у человека работает голова, что только тот, кто знаком с неврозами, психозами, шизофренией и паранойей, только тот может понять, насколько быстро и легко этот компьютер ломается. И, ну, в принципе, большинство людей не ценят способность мозга мгновенно находить слово, мгновенно вспоминать какую-то информацию. Когда у тебя есть желание что-то сделать, то тебе не надо думать каждый раз, как это сделать. У тебя в мозге уже есть запрограммировано, как ходить, как бежать, как говорить, как просить, как продавать, как знакомиться. То есть это все очень тонко отрегулированная система, которая, если она ломается, человек сходит с ума, и все, нету человека. Был человек, а вот встал он там, параноик, да, все. Есть известная история, когда Хемингуэй застрелился. Ну, многие знают, что Хемингуэй застрелился, у него была паранойя. Его лечили от паранойи, ему казалось, что за ним следят. И он, значит, он все время боялся, что за ним следят. И пошел к психологам, а они говорят, паранойя. И, значит, начали его лечить паранойи таблетками, там, всякими. В то время током били по голове, у них была такая методика. В общем, в итоге он застрелился, Хемингуэй. И что? Недавно совсем ФБР рассекретила свои архивы. Так, знаете, что оказалось? Оказалось, что за ним действительно следили. Это самое, за последние, там, может, годы, для меня самая неожиданная информация, что оказалось, что за ним правда следили. Это не была паранойя, а просто ФБР за ним следила, потому что думали, что он коммунист и там враг Америки. И, значит, за ним была установлена слежка. Вот. Надо ценить свой ум, интеллект, возможность жить здоровой жизнью. А Бен Азай, когда поднялся в этот пардес, у него там что-то нарушилось. И когда он вернулся, он уже не был в этом мире. То есть, видно иногда людей, которые ходят по улице, сами с собой разговаривают, там, видят анделов. В общем, он сошел с ума. Третье, что самое удивительное, Ильша Бен Авоя. Когда он вернулся, он отошел от Торы. Хотя здесь, опять же, вот те, кому это удивительно, они не обращают внимания на близость того, что Бен Азай сошел с ума, а этот отошел от Торы. То есть, может быть, он тоже частично сошел с ума, потому что, но по факту, он, когда вернулся, он отошел от Торы. То есть, это нет и вид сумасшествия. Потому что мы знаем, что сказали мудрецы, что человек грешит только, если в него вселился дух сумасшествия, дух глупости. Потому что, ну, иначе человек бы не грешил. Как можно идти против Бога, который тебе все дает и дает тебе жизнь? Значит, и только Раби Адива вошел и вышел с миром. Поэтому по вот этой веревке, которая тебя ведет в воспарить, да, вот это желание, в принципе, можно просто по-простому служить Всевышнему, изучать Тору и, значит, выполнять заповеди. Идти глубоко вот туда вот в духовные выси. Ну, многие выбирают этот путь, любят это, учат кабалу там и так далее. Но есть огромное количество религиозных людей, которые служат Всевышнему в простоте и этого не делают. Хорошо, и мы сейчас по простоте почитаем недельную главу. Как раз у нас осталось несколько минут. Почитаем сегодняшний отрывок недельной главы. Как раз мы изучаем глава, которая называется Балак. Как царь Муавский Балак позвал Беляма, чтобы он проклял еврести народ. И вот он, Белям, значит, пытался с одного угла проклясть стана, да, то есть он поднялся на один холм, поставил семь жертвенникам, принес жертвы, хотел проклясть Всевышний, значит, вложил его уста благословения. Сейчас следующая попытка, вторая. И сказал ему Балак, значит, Вайомар и Лав Балак, Лехана, пойдем со мной к другому месту, и ты увидишь оттуда другой край ладеря еврейского, и, значит, прокляни оттуда. Приходят они туда, к другому краю. Сказал Балаку, встань здесь, значит, давай всем жертвенников, всем они принесли жертв все сожжения, и, значит, Балак говорит, ну что, встал Белям и говорит, Вайса Машалой, и начал он опять говорить Машалям, примером таким, да, метафорой. Значит, и встал он, как раз на него нашло это дух пророчества, и он говорит, встань Балак и слушай, что я тебе скажу, слушай сын Цепора, сын, значит, Цепор вообще переводится, когда мы читаем имена, многие имена имеют перевод. Так, Цепор это птица, встань, он ему говорит, встань Балак, сын птицы, на русском это так бы звучало. Да, значит, и он выглядит, как индейский вождь, Цепор, Балак бен Цепор. А? Его отца звали Цепор, да, его отца звали Цепор. Представьте, вот он и выглядел, наверняка, как индейцы, да, которые были вожди индейских, и этот Балак тоже такой встает, и тут начинает говорить Белям, он начинает говорить пророчества. Не человек всесильный, Бог не человек, чтобы лгать, и он не сын человечества, чтобы передумывать, да. В общем, он начинает, вот, значит, он говорит, я получил поручение благословить, и того, кого Бог благословил, я не могу поменять. И он начинает благословлять, очень сильное благословение, сейчас все его не буду читать, значит, он благословляет еврейский народ, что Бог вывел их из Египта, могучен, как дети бык, он его благословляет, нету никакого колдовства против Якова, и нет колдовства против Израиля, значит, в свое время откроется Якову Израилю, что содеял Бог, то есть он пророчествовал Белям, пророчествовал о временах Машеха, вот мы все ждем Машеха, Мессию, мы ждем, что вот, 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 и вот в пророчестве Беляма, там, в следующем, еще же у него есть третий день и четвертый, это мы завтра прочтем, он говорил о приходе Машеха, и, значит, он благословляет, и сказал Балак Беляму в конце этого благословения. Он говорит, я же тебя проклинать призвал, а ты, мало того, что ты не проклинаешь, так ты еще благословляешь, и ответил Белям, и сказал Белям Балаку, он говорит, разве я не говорил тебе, что все, что Бог вложит в мои уста, это я буду говорить, то я и сделаю, все, и опять он закончил. Значит, сегодня мы заканчиваем тоже этот отрывок, опять же идет здесь, вот, из этого отрывка больше всего учится, из этой истории про Беляма, учится больше всего вот этот закон, что путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Значит, его ведут, то есть человек выбирает свой путь, у него есть намерение, но что с ним будет на этом пути, все равно определяет Всевышний. Но если у тебя нет намерения идти, то Всевышний не будет тебя заставлять куда-то идти, то есть вот это и есть свобода выбора человека, выбрать направление, намерение, поставить цель, и начать свой путь. Но путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. Я желаю всем нам и вам выбрать правильный путь, чтобы Бог, чтобы Бог выполнил все запросы вашего сердца для вашего добра. Запрос сердца, это вот это желание, которое ты выражаешь в виде цели, в виде направления, и Всевышний тебя начинает вести по этому пути в зависимости от твоих действий. И чем больше ты выполняешь заповеди и выполняешь волю Всевышнего, тем больше он наполняет запрос твоего сердца, потому что та мера, которую человек меряет, меряют ему. Это очень понятный закон, который прям четко выразили в пертьевод-мудрецы. И он выполнит твою волю, сделает твою волю, как его. То есть все просто. Ты выбираешь направление, это твоя цель, она должна приносить пользу людям и миру, это очень хорошо. Тогда это не только твоя цель становится, а и других людей тоже. Они хотят, чтобы ты ее достиг. И после этого ты просишь Всевышнего, чтобы он наполнил запрос твоего сердца. Но в воздухе витает вопрос, а ты выполняешь заповеди? Ты делаешь то, что просит от тебя Всевышний? И когда ты говоришь, да, я делаю, тогда мера, что человек меряет, меряют ему с неба. И путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. Он выполняет волю Всевышнего, Всевышний выполняет его волю. И так сбываются мечты, реализовываются проекты. И есть здоровье, благополучие, мир в доме. Шломбай – это очень важная вещь, чтобы была любовь у всех, мир в доме. И что еще? И мир. Главное, чтобы был мир, чтобы не было войны, чтобы люди перестали погибать, чтобы опять вернулись на свои дома, работа, чтобы закончилась эта глупая война, которая приносит страдания всему миру. Все, всем удачи, успехов.